Кто состоял в итогах белорусской науки и эдукации? В факультете отбылась презентация книги с уделом ректора-академика Сергея Абламейки, проректора по волшебной работе Сергея Ходзина, декана гисторичного факультета Александра Кахановска и профессора Олега Яновска. Ректор почал с того, что узгадал про декрет об засновании БДУ, который был принят в 1919 году. И додал, что, естественно, университеты лечат дату своего народжения от момента принятия декрета. До речи, идея створения отдаденной книги, как и целый серый, так само наличит Сергею Владимировичу. Все вузы, которые мы нашли, многие считаются до даты своего рождения, от даты декрета указа, акта какого-то законодательного, а не от того, когда начали заняться на первом курсе. Но тут не так это важно, значит, там будет у нас 19-й год, 21-й год, но то, что вот 19-й, 20-й, 21-й годы в Белоруссии стало развиваться высшее образование и наука, это все на базе создания Белорусского государственного университета, это факты, которые есть. И тогда мы пришли к этой мысли вот с коллегами, что начать показывать все это более широко. Мета-проекта представит слупы громадства, які рухали навуку и эдукацию на протягу ста годзе. Прожитевая и творческая биография выбитных навуковцев в БДУ показает значение навуки и высшей эдукации у формировании национальной белорусской державы. В первом выдаче представлены биографии 27 белорусских интеллектуалов, яких справедливо лишить не только стауральниками наиважнейших на прамках фундаментальных и прикладных доследований у голене гуманитарных и правдознавших ведов Белоруссии, а лей творцами новой университетской сферы. У свою чергу Сергей Ходзин зауважил. Наверное, нам, прежде всего историкам, нужно подчеркивать то важное, что было сделано нашими предшественниками. Мы прекрасно понимаем, что нет нужды доказывать, чтобы ГУ выполнял вот такую ведущую роль, но важно написать об этом. Очень важно, если к истории нашего университета будут привлекаться широкие, скажем, слои научного исторического сообщества, и столь значимого, как исторический факультет, и, может быть, с вашей помощью и тех, кто интересуется историей, науки, с других факультетов, на которых преподают наши сотрудники, где, безусловно, тоже есть ребята увлеченные, или, будучи вами увлеченные, то или другой составляющая нашего университетского прошлого. Книга, которая сегодня презентуется у меморальной аудитории имя «Наша перша ректора», является выником натхненной творческой працы довольно великого авторского коллектива. Все авторы – профессоры и доценты ГИСФУ. Только не многие из них до этого занимались вылучшением истории своей альмаматор. Меж тем, усе без выключения спрацевали на 100% и подали абсолютно науковые и литературно опрацеванные артыкулы об своих попередниках, об своих интеллектуальных пращурах. Науковым редактором книги выступил профессор Олег Яновский. Это науковый выдальник, но вы там не знаете ни одной износки, ни одной из посылки. Но за каждым фактом, за каждым неким разважанием авторским стоит документ, стоять вельми докладные известки, які были взяты из розных крыниц. Одным словом, хотелось бы, как книга имела долгая життя. Как яна была цикава шутачам, как яна побуджала дадумки. А теперь я так на своем месте, як гэта робили и домагалися першые интеллектуалы, першого белорусского университета. И гэта думки реализовывались у натхненной творчей працы у имя БДУ. Редактор субтитров А.Семкин